Плохое благоустройство, блокировка счетов и долги. Проблемы второго повеличения города области копятся с каждым годом. Напомним, 10 июня счета учреждений культуры, образования и коммуналки были заблокированы по решению суда из-за долгов перед налоговиками. Губернатор Сергей Морозов приспорядился создать рабочую группу во главе с председателем правительства области Александром Смекалиным. Своё мнение о ситуации в Димитровграде высказал депутатский корпус. Лидер фракции ЛДПР Дмитрий Крачёв отмечает, что несмотря на колоссальные деньги, выделяемые городу из областного бюджета, долги только растут. Городу нужна конструктивная власть. Мы проводили с коллегами приём, выезжали в Димитровград совместно с нашим представителем городской думы. И жители, приходившие на приём, просили оказать содействие в ряде различных вопросов, которые являются полномочиями чисто муниципалитета. И их решать можно, не дожидаясь и не сваливая всё к несостоявшемуся конкурсу выбора главы города. Плохо, когда существует монополия. Ну и красная она монополия или другая монополия, это в любом случае плохо. Поэтому городу нужна власть конструктивная, которая перейдёт немедленно к решению вопросов интересующих и заботящих горожан. С коллегой согласен глава Комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству Андрей Седов. Одну из причин подобного поведения власти Димитровграда он видит в радикализации партии. После последних выборов в КПРФ пришло очень много радикально настроенных людей. И это чувствуется. Чувствуется. Но чего далеко ходить, возьмём даже бывшего депутата Дениса Гурьянова, который сейчас на каждом углу при любом удобном случае называет меня предателем. Ну позвольте, кого я предал и как? Непонятно. Просто предатель и всё. Но этот человек, который побывал у нас и в Единой России, и в Справедливой России, и в ЛДПР, и он наконец пришёл к коммунистам. И этот человек, который ничего не сделал для того, чтобы его и малая, и большая Родина жили лучше, называет меня предателем. Высказался Седов и о других представителях КПРФ, чьё поведение не соответствует поведению депутата. В связи с таким поведением, и с таким набором, скажем так, партии людей, и старые члены партии волнуются, я это знаю, они просто переживают. Ну, а власть, я так понимаю, что они не могут договориться с такими людьми. Тем временем Сергей Морозов уже предложил властям Димитровграда передать вопросы содержания города региональной власти. Анна Тищенко, Новости Уллправда ТВ.